Мы продолжаем нашу серию уроков по книге Роттальшува. И сегодня у нас девятая глава. Мы пропустили шестой абзац, к нему мы сейчас вернемся. Потом пропустим десятый абзац и будем учить. Пропустим девятый и будем учить десятый. Ну, давайте начнем с вашего позволения. Я приветствую всех присутствующих. Итак, я бросил в чат линк на текст для всех желающих. Нехама, у вас включен микрофон. И вроде все. Натан, ты можешь выключить микрофон у Нехама или дать мне эту возможность? Ну, ладно, давайте начнем. Грех перекрывает доступ от свято-высшей мудрости. Ведь раскрытие ее происходит благодаря гармоничному соответствию души, всеобщему бытию и его высшему источнику. Высшая мудрость раскрывается, когда душа гармонично соответствует всему окружающему миру. И соответствует Богу. В резонансе колеблется. Теперь, что такое это высшая мудрость, чем она отличается от меньшей? И это проявляется в том сосуде души, где мудрость, знание и желание пребывают в теснейшем единстве. Это общий принцип, что когда мы говорим про подъем наверх в сторону Бога, то там есть единство. У нас здесь, в нашем мире, есть разнообразие. Разные проявления. То, что в нашем мире проявляется как разное, иногда же противоречит чуть-чуть другую вещь, но разные проявления. При подъеме наверх мы видим это, что у них есть один корень. То есть, чем мы выше поднимаемся, скажем, по духовным мирам, тем больше вещей соединяются и становятся вместе. Видно, что у них один корень, потом мы не доходим до единого корня всего. Это немножко похоже на то, что мы видим сегодня, допустим, в науке. Все разнообразие, сумасшедшее разнообразие нашего мира на сегодня наука может свести к четырем основным силам. Что-то похожее мы говорим в духовных мировах. Итак, значит, теперь, проявление высшей мудрости, оно проходит через ту точку души, где мудрость и желание, это уже сливается в одно. Это что-то единое, не разделяемое на части. Спускаясь вниз, это уже оформляется в две разные леции. Одно называется желание, второе называется знание. Но чтобы вот эта вот высшая мудрость, она могла, чтобы ее можно было видеть или воспринимать, она воспринимается вот именно тем высоким местом, где и желание, и знание, это соединено в одно. Всякий грех, связанный с действием, разрывает это идеальное единство. Помещает он круговорот жизни вовне этого единства. Явление жизненной силы, прорывающееся, как чистый родник, больше не приходит напитать это оскверненное желание, пока не одумается человек и не раскается. И свет шумы, по мере ясности, осознания и глубины принятого решения, не введет гармонию к ее изначальной силе. Верни мне радость спасения твоего, и дух и щедрости подкрепи меня. Теперь, что происходит? Грех, в дополнение к реальным нарушениям, которые происходят у нас в материальном мире, он еще ввет, мешает также в духовных мирах. Про что мы говорим? Грех, это единство, он его разрывает. Там, где оно едино. И должно быть едино. Он разрывает. Вот это вот у нас желание, это одно. Но могу желать чего? Хочу. Вот это знание, это другое. Знаете, вот бывает такое. Ты же это знаешь, почему ты это делаешь? Знаешь, что вредно, плохо, хорошо. Чего же ты этим занимаешься? Потому что знание у нас это одно, а желание у нас это другое. Вот эта вот претензия, она, видимо, приходит из какого-то такого места. Есть какое-то понимание, что должно быть вместе. То, что я знаю, это знание легона сердца, должно руководить моим желанием, чего я хочу. А это не должны быть две разные вещи. Почему они две разные? Из-за греха. Грех он разделяет. И потом, скажем, желание оно само по себе. Знаю оно само по себе. Я знаю, что вредно. Но хочется, я откушу. Соответственно, какое у нас лекарство? Лекарство душевое. Да, то есть, грех вырывает нашу жизнь. Из этого общего ощущения единства, гармонии. Наш, нас, человека, вместе со всемиром, с бытием, с Богом, человек, как бы сказать, начинает быть как негармоничный, или такой аккорд. Явление жизненной силы, прорывающееся, как чистый родник, больше не приходит на питание, это скворенное желание. Вот это вот. Высшая мудрость, она не может теперь проявляться. Потому что, как мы сказали, она проявляется через то место, где желание и знание, оно вместе. А мы грехом это порвали. Теперь нужно зашивать чувы. Пока не думается, человек и не раскается. И свет чувы, по мере ясности осознания и глубины принятого решения, не вернет гармонию к ее изначальной силе. Чем яснее осознание, и чем глубже и честнее принятое решение, тем в большей мере возвращается гармония к ее изначальной силе. Теперь. Мое как бы личное... То есть сразу нам говорить, что? Давайте скажем так. Можно по-разному объяснять, почему плохо грешить. Можно сказать, что если ты будешь грешить, мы тебя накажем. Можно сказать, а вот не будешь грешить, будешь заповеди делать, мы тебя плащем. Можно сказать, ты грехом разрушаешь мне и себя. Можно сказать, что заповеди ты приближаешься к Богу. Давайте обратим внимание, как нас Раф отталкивает, чем у нас мотивирует не грешить. Мы видим, что Раф говорит о потере ощущения гармонии, гармоничности себя и мира, себя напротив мира. Кстати, вот Нехама, вы тоже говорили, да? А как Раф, как его душа, она там рвется в разные стороны или она гармонична? Скажем так, я был бы очень рад посмотреть какие-то источники, из которых видно, что душа Рафа, она рвется на части, потому что все, практически все, что я видел, я не очень много видел, но практически все уроды я прочелываю. Вторую половину, причем достаточно основательно. Я вижу там вот именно цельность его души. И мне сложно очень увидеть где-то вот именно душу, которая вот разрывается на части, борется с противоречиями. И так как нам раз, как нас Раф мотивирует не огрешить? Говорит, ребята, мы потеряем ощущение гармоничного соответствия со всем миром. Не жаль? Вот мне кажется, это тоже как бы дает какой-то отблеск на то, а как, а где вообще Раф находится сам по себе, откуда он говорит с нами. Да, конечно, здесь также какие-то, так сказать, еще ну, каббалистические термины, понятия, но мне кажется, не просто так, где все написано именно открытым языком, потому что каббала здесь, она не главная. А главное, что мы должны ощущать или стремиться ощущать, что это вот гармоничное соответствие себя вместе со всем миром. Если не сознательно, то хотя бы подсознательно. Вот это вот общее умиротворение такое, общее ощущение хорошее, это как бы можно сказать, что это, в общем-то, рай на земле и нужно за ним так далеко ходить. Ну, я думаю, до всех я поговорил уже много, давайте я теперь немножко помолчу. Как ваше мнение по этому отрывку, пожалуйста, отмотите. кто-то хочет сказать? Здравствуйте, меня зовут Адрам Малки. Я, наверное, первый раз на вашей лекции. у меня как-то не покидает ощущение, как будто я попал в какую-то христианскую церковь, где говорят то же самое. И о грехе, и о Боге, и так далее. Может быть, как-то перестроить это вам эту лекцию? Извините за критику. Как вы предлагаете? Я пока читаю текст и пытаюсь его объяснить. Мы сейчас пропали на один отрыв. Я предлагаю просто. Я понимаю, когда был Рамбам в те времена, когда был Кузырь, и мне понятно, почему царь Хазарский выбрал именно иудаизм. Очевидно, очень сильно отличался от христианства. Но сейчас я уже как бы то, что касается русского сегмента, я как бы это не вижу. Потому что вы как-то больше взяли терминологию от христианства, а в терминологии иудаизма этих слов в общем-то нет. По крайней мере, они не соответствуют значению слов, которые имеются. Поэтому, понимаете, я когда слушаю вас, у меня не покидает ощущение, как будто я давно из церкви, где-то лет двадцать назад был. Только они то же самое говорят. Чем отличаетесь вы от христианства? Да ничем. Ну, я имею в виду терминологию в этой. Вот. Поэтому, я понимаю, Натан, ты можешь меня, конечно, забанить и все, но для начала смените терминологию. Больше говорите терминологию иудаизма, торы. если слово элоим трудно перевести, тогда говорить элоим. Если трудно перевести слово грех, потому что в христианстве понятие грех, он имеет в виду хэт. Так, в христианстве это имеется в виду смертный грех, это может быть всякий грех. А в торе под словом хэт означает промах. и поэтому есть вещи, которые нужно просто менять. Давайте мы подождем до следующего отрывка, там мы будем изучать в очередной раз, чего плохого есть в чуве. Нет, вот именно, вы сказали чува, вы сказали чува, да, и это замечательно, потому что даже если человек, который русскоязычный, даже совсем не знает, он хочет выйти из христианства, даже если он совсем не знает, он будет к этому больше приближаться. Чува, это все-таки возвращение. Вот, и поэтому действительно постарайтесь больше уклон перейти на то, чтобы использовать терминологию тора, а не терминологию синодального перевода. Я извиняюсь, но все, я сказал, больше говорить не буду. Смотрите, давайте так. Пожалуйста. Я вас, во-первых, по поводу банок. Я баню, хамов. Это единственное. Кроме этого, критика, она только приветствуется с большим удовольствием. Вот. Мы отличаемся от... Я вам за это очень признателен, потому что даже слово спасибо не могу говорить, потому что в слове спасибо осуществует слово Бог, которое означает язычество. Понимаете? Я говорю признателен, потому что туда это действительно признаю, моды, иудеи, это тоже самое коренное слово. Ну, как-то я на этом больше застрен. Я вас понимаю и прошу прощать. Нет проблем, прощать не нужно, я скажу, в этой точке у нас с вами есть спор, потому что мне кажется, языковая разница, она несущественна, и я пытаюсь говорить на том, что ближе к языку, вот именно объяснить уже понятие тоже словами. Я меньше как бы заостряюсь на языке. Вы больше, хорошо. Теперь разница между иудаизмом и христианством, она очень простая. В христианстве у нас есть только милость, только милосердие. А у нас есть тревога, поэтому я не тревога, это ладно, тревога, это понятно. Но в христианстве оно сосредоточено в основном только на милосердии. Суд в христианстве его практически не существует. Оно еще как существует. Более того, мы ищем постоянно серединную линию. И это то, что называется вот именно равновесие во всех качествах между милосердием и судом, это то, что определяет нас и отличает от христианства. Я с вами полностью согласен, потому что слово милосердие тоже такое, знаете, прощение. Да, 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 но я не буду, то есть по поводу слова чува, по поводу слова чува, да, мы определили в начале курса, что оно сложно переводится, мы его оставим так. Но все остальные слова, что у меня получилась русская речь, а не непонятно что, милосердие, суд и так далее, мы оставили как они есть, если нужно, я объясняю по ходу. кстати, милосердие, что вы имеете ввиду, хэсэд или рахамим? Хэсэд, хэсэд. Хэсэд это так, понимание не совсем правильное, потому что я изучая это слово нашел, что это не милость. это не так важно. Более того, более того, вы правы, не только между словами есть разница. То, что мы видим у Равкука и вообще очень часто даже то же самое слово, его значение, оно определяется только в контексте. Одно и то же слово, душа, допустим. В одном контексте мы можем иметь в виду разницу между душа выше и низшая душа, там, душа и нефиш, а в другом может не иметь этой разницы. Это все определяется контекстом, но мы это хотим смотреть по... Понятно. Есть душа, которая переводит слово нашама, есть душа, которая переводит слово нефиш. Нефиш есть еще, рох и так далее. Рох это ветер, рох это ветер. Это дух по-русски, будешь? Ну по-русски... Я прошу прощения, вы уважаете своих доведедников, у нас есть форумы, вы там можете это обсуждать. Жалко времени. Послушайте, пожалуйста, уважайте всех других остальных участников, хорошо? Я бы хотел еще просто по поводу христианства сказать такую вещь. Когда нам нужно по уроку, мы приближаемся к христианству и говорим, что в этом они правы. Когда нам нужно по уроку, или когда мы видим, что Рахты делает, мы пинаем христианство и говорим то, что они не правы. На сегодня мы как бы чувствуем себя достаточно мощными и сильными, чтобы не нужно было через каждое слово подчеркивать и подчеркнуто дистанцироваться от христианства. Мы уже мощные, как бы христианство смотрит на нас и спрашивает, что нужно делать. Как бы нам нормально. Так что, если кто-то еще хочет сказать по нашему отрыв какие-то свои мысли, я буду очень рад, мы перейдем сейчас к следующему, к десятому. Он очень хороший тем, что именно мы как раз будем обсуждать то, что сказано, то, чего нет в других местах. В очередной раз мы обратим внимание на недостатки Чувы. А чего в Чуве может быть отрицательного плохого? Мы это уже касались этого на прошлый врок, если я не ошибаюсь. И вы сейчас на этом мы его коснемся, потому что очень красивый отрывок к некоторым намекам. Да, пожалуйста. Итак, кто-то хочет сказать еще что-то? Нет. Тогда, с вашего позволения, давайте перейдем к нашему отрывку. И я сразу хочу дать домашнее задание. Домашнее задание такое. Давайте прочитаем отрывок. И у меня такой вопрос. Как одним предложением этот весь отрывок сконцентрировать и задать? И как бы его, ну, как этот весь отрывок вместить в одно предложение, в котором у нас будет как можно меньше слов? Хорошо? Итак, про что этот отрывок? Как был один мой учитель, у меня учили в ритм, он сказал рассказать длинно может любой. а вот сказать коротко, это значит, что ты понял. Итак, давайте попытаемся понять десятый отрывок нашей девятой главы. Шува и все пути ее осуществления, а также общее настроение, царящее главным образом в особенные дни, предназначенные для Шувы, вместе с огромной пользой для очищения душ, возвышения духа и освобождения дьянии всего уродливого, неизбежно приносят с собой некоторую слабость. И не спасется от нее даже герой из героев. Итак, Шува несет с собой слабость, это плохо. Некоторую слабость. Но, как Раф пишет, от нее нельзя спастись даже самому большому герою, это отрицательная сторона. Когда ужимают желание, когда пригибают жизненную мощь, внутренней щепетильностью и стремлением дистанцироваться от всякого греха, ужимается также желание добра. И чистая жизненная мощь также остабевает. И выходит он. То человек расплачивается за свою моральную чистоту слабостью, подобной той, что испытывает больной, исцелившимся посредством сильного электрического тока, который действительно изгнал яб болезни, однако ослабил здоровую жизненную силу его. Поэтому и приходит следом за днями раскаяния, дни священной радости, душевного торжества восстановить доброе желание и мощь чистой жизни. Только тогда чувак будет полным. И так, я прочитал практически не объясняю. Вопрос. В двух, трех словах кто может пересказать наш отрывок? Я естественно. Здесь говорится о том, что скорее всего, ну, своими словами, да, о том, что пока человек борется со своим желанием, он теряет силы. И никуда от этого деться нельзя. пока мы себя ущемляем, собственную личность, все равно это же, это наше проявление, да, вот поэтому на прошлом уроке я, собственно, и спрашивала о механизме. Потому что, ну, ущемленность себя чувствуешь, ну, нехорошая ситуация, нехорошая ситуация. Правильно. Это не то, что я ищу. Это огромный, а, все, огромный энергоресурс очень уходит на все. Это правильно. Это правильно. Это написано здесь, но тем не менее я советую еще прочитать еще раз. Есть в чате отрывок и попытаться в двух, трех словах, буквально там в трех, четырех словах сконцентрироваться о чем? Вы сказали хорошо и правильно, я хочу еще более точно, более четко, более коротко. Пожалуйста, есть еще какие-то варианты? Мне вообще понравилось. Это очень здорово, когда человек действительно хотелки наши, они так часто нам собирают столько сил, что действительно от них надо избавлять. Мне очень понравилась эта идея. Это борьба с хотелками забирает новые силы? Ну, конечно, конечно. Хотелки, по сути, это же эгоизм, который у нас сидит. Отлично. Итак, сказать в двух, трех словах о чем наша трава. Еще. 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 Никто не хочет? Я хочу. Добрый вечер. Я это воспринял так, что ослабляя плоть, человек приближается к моральному совершенству. Я это воспринял так. не совсем верно. То есть, это верно, это верно, но раф видит в этом ослаблении плоти отрицательную сторону чувы. И эту отрицательную сторону чувы нужно чинить. Потому что я это воспринял, как, знаете, как вот это самобичевание для того, чтобы бороться с грехом, да, в христианстве. И еще я в этом увидел какое-то прям монашество. Тоже для ослабления. Это интересно. Я прав говорить, что делая чуву, мы не можем никуда деться от ослабления духа, от ослабления желания. Это первый этап. Мы всегда говорим, у нас есть спуск для поднятия. Первый этап чува ослабляет. Мы это говорим, что вы нельзя убежать. И это плохо. Поэтому потом это нужно чинить. еще раз, кто может? Таня, попробуйте вы. Михаэль, Нехама. Господа, здесь шаговый. Ширейль, мы с вами это обсуждали, поэтому если вы помните, то не говорите. Если не помните, то можете сказать. Таня, я хочу вас первой, вы хотели, а потом Ширейль. Шалом, но я просто позже присоединилась. Я не знаю вообще, какой вы отрывок изучаете. Девятая глава, десятый отрывок, есть линк в чате. Если вы не знаете, то посмотрите. я вижу, но я не знаю, какое предложение. Весь отрывок я прошу сжать в 3-4 слова, в одно предложение, про что Раб нам говорит. Ну пусть кто-то другой, я пока почуну. Ширейль, вы хотели что-то сказать? Нет. Тогда давайте я предложу вам свою версию. Я хочу сказать, что это же про осенние праздники говорится. Это же очевидно. Конечно. Конечно. Итак, наш отрывок говорит о том, почему Суккот идет после Йом-Кипур и Роша-Шаме. Не просто так, а в обязательном порядке. А теперь давайте прочитаем еще раз вместе и увидим это. Итак, Чува и все пути ее осуществления, а также общее настроение, царящее главным образом в особенные дни, предназначенные для Чувы. Что это такое за особенные дни, предназначенные для Чувы? Это Илуль, это Йом-Кипур, это Роша-Шаме. Это особенные дни, предназначенные для Чувы. Чуву можно делать в любой день, в любое время, но есть особенные дни, благоприятные для Чувы. Там говорится, что единственный праздник, это в периоде, по-моему, до Йом-Кипур, надо смирять на Фашот. На Фашот надо смирить. Когда мы радуемся, давайте посмотрим, как Робота пишет, когда ужимают желание, когда пригибают жизненную мощь внутренней щепетельностью и стремлением дистанциироваться от всякого греха, ужимается также желание добра и чисто жизненная мощь, чтобы также ослабевать. И выходит, что человек расплачивается за свою моральную чувству слабости, подобной той, что испытывает больной, истелившейся посредством сильного электрического тока, который действительно изгнал я от болезни, однако ослабил здоровую жизненную силу. Поэтому и приходят следом за днями раскаяния дни священной радости. Дни раскаяния – это 10 дней раскаяния, это время между Йом-Кипуром и Рошашоной. Дни раскаяния – это дни раскаяния. А что такое дни священной радости? Это суккот. После Йом-Кипура практически сразу у нас есть суккот. Душевного торжества. Восстановить доброе желание и мощь чистой жизни. Шува нас пригнула, нас опустила. Мы очистились, но стали слабыми. Суккот нас поднимает. Нам нужна радость, нам нужно возвращение жизненных сил. Какой-то короткий период. Период какой-то короткий. Да, но мы говорим здесь про этапы Чувы. Это как аллегория. Так может быть с Песоха начинать надо? Не знаю. С Песоха тоже надо начинать. Начнем. Нет, к Шува к Песоху не относится. То есть, Натан, тут главная идея, что без радости Шува, ну вот этого чувства радости, которое должно прийти после Шувы, она не будет до конца... Абсолютно верно. Спасибо, Таня. Конечно. Есть медреши, очень интересные, которые говорят, что последняя бумажка, которая передается там по поводу, в какой книге ты будешь записан, и как твой суд решится, это в суккот. Какой смысл этого медреша? Не в том, что нас судят в суккот, а в том, чтобы завершить правильно Чуву, нам обязательно нужен суккот. Если мы остались, сделав Чуву, в таком вот состоянии, как мы сказали, в состоянии постоянного самогрыза, Чува неполная, Чува незавершенная, плохая Чува, нехорошая. Хорошая, правильная, нормальная Чува заканчивается суккотом. Когда я радуюсь, когда я... Когда я... Когда я... Когда я... Когда я больше сил, чем было. Да, мне нужно пройти через уменьшение силы. Это спуск для поднятия. То есть, Чува не качает? Чува не... Абсолютно верно. Это принято. Не только не отчаяние, даже слабость, которая Чува обязательно приносит. Нельзя от нее убежать. Но это плохо. Поэтому следующий этап. Очистились. Сделали Чува, Вемки Пуры и Роша Шона. Что произошло? Мы выбросили из себя яд. Но силы наши ослабли. Потому что мы выбросили, уменьшили. Не только желание плохое, но хорошее тоже. Теперь нужно вернуть мощную силу. Потому что от зла мы уже очистились. Как это сделать? Суккот. Суккот обязан идти после праздника. То есть Чува. Теперь про что мы говорим? Мы говорим, как правильно делать Чува. Чува начинается с самобичевания. Правильно. Верно. Абсолютно верно. С раскаяния. Это тяжело, сложно. Силы уходят. Но человек очищается. Что-то приобрели. Но чем-то заплатили. А теперь то, что мы заплатили, мы хотим обратно. Мы же обновь. Как это получить обратно? Мы сейчас слабые. Нужен Суккот. С радостью. Прыгать, танцевать. Суккот назван праздником радости. Который заканчивается больше, больше, больше. Шмини, Ацера, Тимхастора. Вообще там все пляшут и танцуют. И это все часть Чувы. Это то, что нам очень важно. Чува, потому что в неправильном рассмотрении, в неправильном ракурсе, это вот как вот это самое, самогрыз. Если остаться на уровне этого самогрыза, это плохо. И поэтому мы с вами не согласны. Правда здесь не говорит о том, что убивая плоть, мы возвышаем дух. Первый этап возвышения духа, очищения от убивания плоти. Но там оставаться это нельзя. Это само по себе будет грехом. Нужно обязательно после дней раскаяния прийти в Суккот. Радоваться. Мы уже выкинули грех. Мы должны вернуть себе ту силу, которую мы потеряли. Лучше всего, конечно, не грешить. Но если недавно мы согрешили, то мы во время Чувы теряем силу. Мы обязаны ее вернуть себе и даже больше того, что было для этого Иисуса. Правильная Чува – это вниз, а потом вверх. Мы теряем силу, мы обязаны ее взять. И ни в коем случае нельзя застревать на этапе, что я потерял силу и я чувствую себя правильником. Какой я хороший, какой я бедный, какой я несчастненький. Как я тебя постоянно бичую. Это не Чува – это плохо. То есть, это часть Чувы, но ты застрял. А полностью, а это, как нам Раф это объяснил, это Чува вниз, Суккот, наверное. Да, пожалуйста. Кто хочет Чувы? Ну, между Йом-Кипуром и Йом-Кипуром есть пять дней, да, как мы понимаем? Между Йом-Кипуром? За это время, за это время надо, в общем-то, осознать, что за пять дней надо осознать, что ты можешь действительно радоваться, а то иногда радость может быть показной. Радость может быть показной, показной. Посмотрите, есть у нас время радоваться. Радоваться мы должны всегда. Даже в месяце АВ не сказано, что нужно печалиться. Сказано, что нужно уменьшить радость. Радоваться нужно всегда. Также Чуву делать нужно тоже правильно всегда. Но есть время, выделенное для радости. Когда проще, естественнее, лучше радоваться. Вся природа радуется, все сельскохозяйственные работы закончены. Природа увядает, а мы как бы собрали урожай уже, заложили в закрома. Все, можно радоваться, то есть как бы чисто вот естественно, это время располагает к радости. Можно радоваться осенью. Это хорошее время для радости. Есть время для Чувы, которое располагает к Чуве. Опять-таки, Чуву можно делать в любой момент. Радоваться нужно всегда. Но есть специальное время. Специально для радости, специально для Чувы. Так вот, это часть одного процесса. То, что вы сказали про дни между Йом-Кипуром и Ису-Код. Я действительно не знаю, почему они. Я никогда не учил, как и что, и зачем они нужны. То, что вы сказали, это интересно. Нужно это проверить. Это интересно. Спасибо. Кто-то еще хочет что-то сказать по поводу нашего отрывка. Потому что, знаете, я его люблю. Я его очень люблю. Он нам вот объясняет, как правильно должна выглядеть Чува. Потому что иногда в наших глазах Чува, вот это только первая часть, без второй. И этот Чува, скажем так, по крайней мере, очень-очень уходит. А если человеку не приходит, это чувство радости, это ему сигнал о том, что он, ну, как бы, не закончил этот процесс дшувы? Может быть. Может быть. И расковырял до конца, что у него там происходит. Может быть. Может быть. Но очень важно понимать, что правильный процесс должен быть такой. И иногда можно, как бы, ну, как мы умеем задействовать воображение, чтобы привести себя в какое-то состояние, допустим, грустно. Мы можем задействовать воображение для того, чтобы радоваться. Иногда, если человек действительно не в клинической депрессии, если он поулыбается минут пять, то настроение у него улучшится. То есть, как бы, и сейчас, то есть, я думаю, вы правы. Да, если человек не ощущает радости в конце процесса дшувы, значит, процесс не закончен. И, ну, с другой стороны, может быть, мы не туда идем. Может быть, опять-таки мы пройдем в ситуацию неправильную. Может быть, мы неправильную ситуацию себя ведем. Потому что, вот, если это приводит нас только к депрессии, в конце концов, то это, видимо, все-таки нет шума. Можно немножко сказать, как я понимаю. Я понимаю, что на индивидуальном уровне для нас есть годы, да. Год за годом мы можем учить Ору постоянно исправлять все свои недостатки, ошибки. Вот. То есть, на уровне этого у нас есть возможность сделать шуму каждый год. Ну, а вообще-то на уровне Дне-Исраэль, это все-таки, я так думаю, что это будет когда-то. Суккот, да, последний раз. Когда весь народ будет искренне радоваться, шумануться, потом радоваться и так далее. То есть, для народа все-таки, получается, единоразовый. Ну, вот так я понимаю. Во-первых, спасибо за замечание. Безусловно, шума для отдельного человека, шума для всего народа и шума для всего мира, это не одно и то же. И более того, это процессы, которые не следуют один из другого. Это скорее процессы, которые влияют один из другого. Это безусловно. Может быть, народ тоже может делать шуму много раз. Один раз от этого греха, другой раз от этого греха. В одном храме народ грешил тем, что он убивал без причин, а в другом храме народ грешил, что он ненавидел без причин. Разные грехи, разная шума, разное исправление. Добавили к моей мысли очень правильно, что есть шума всего мира. То есть, одно дело народ, а другое еще более высокое шума всего мира. Приходите к нам еще на уроки. У Рава эта идея проходит буквально хутошани, золотой нитью через все. У него шума это матрешка. От человека, через семью, общину, народ, через все человечество, через всю землю, через весь космос, через все созданное, через все мира. Такая вот матрешка из Чувы, Рава это видит именно таким образом. И от человека ниже. Есть мир животный, есть мир растительный, есть мир минералов, неодушевленный. И все вот это вот желание исправления, Рава, вот Чува это желание исправления, это не обязательно грехи, проходит из самого низа до самого верха. Безусловно. Да? Это именно так. Это то, что я ждал от этой лекции. Туда раба. Приходите еще. Кто-то еще хочет как-то наш отрывок. Давайте теперь знаете, что к концу давайте еще раз прочитаем все-таки, потому что мы в общем-то прочитали два раза быстро и быстренько перешли на выводы. Давайте теперь прочитаем медленнее. Да, и обратим внимание на как мы любим. И этим мы завершим нашу. С вашего позволения. Давайте еще раз пройдем по нашему тексту. Вообще проходить по тексту Рава это удовольствие, это хорошо. И каждый раз находишь для себя своенькое. Я вот, например, у меня, я, конечно, рассказываю это часто, но мне кажется, это для пользы. Очень часто читая Рава, первое впечатляю на такое. Я этого не помнил. И более того, я никогда в жизни этого не пойму. Ну, очень часто на седьмое прочтение ты понимаешь, а-а-а-а, понял. Иногда даже когда понял, какие-то вещи, как это вот, щелкают и становятся на свои места совсем. Так что прочесть еще раз. Любой отрывок это хорошо, а Рава тем более, так у него очень целостное восприятие. И удобный его текст именно смотреть из контекста всего. Итак, с вашего позволения, еще раз. Чувак. И все пути его осуществления, а также общее настроение, царящее, главным образом, в особенные дни, предназначенные душевой, вместе с огромной пользой для очищения души. Возвышение духа и освобождение деяний от всего рода неизбежно приносит с собой некоторую слабость. И не спасется от нее даже герой из героев. И эта слабость, это, конечно, недостаток. Но он неизбежен. Почему? Теперь Рав объясняет нам, почему эта слабость приходит, почему она обязана прийти. Процесс же он положительный, хороший, мы делаем чувак. Когда ужимают желание. Когда пригибают жизненную мощь внутренней щепетильностью и стремлением дистанцироваться от святого греха. Ужимаются также желания добра. Я менее, у меня есть меньше сил отделять вот именно вот здесь добро, вот здесь зло. Я зло прижимаю и очень много также с ним автоматически приживается добра. Вообще-то все желание на любое направление ужимается, становится меньше, становится слабее. И чистая жизненная мощь тоже ослабевает. И выходит, что человек расплачивается за свою моральную чистоту слабости. А мы бы хотели бесплатно. Подобный той, что испытывает больной, исцелившийся посредством сильного электрического тока, который действительно изгнал яд болезни, однако ослабил здоровую жизненную силу. И это обязательно нужно восстанавливать. Поэтому и приходят следом за днями раскаяния дни священной радости. Душевного торжества восстановить доброе желание и мощь чистой жизни. Только тогда шува будет полной. Большое спасибо. И кто-то хочет как-то завершить наш урок, я тоже буду очень рад. Я понимаю, что если ты ужимаешь желание зла, как бы для злодея это понятно. Вообще-то ужимать желание добра, вот это интересная мысль, потому что она совершенно неоднозначная. Это тогда, когда ты желаешь сделать добро, а это добро направлено не на то, чтобы служить этим Всевышнему, вечному, а для того, чтобы людям показать или самому удовлетвориться от того, что ты делаешь добро. То есть человеческое такое. Это верно, но это не то, что здесь написано. Здесь написано другое. Когда я ужимаю желание вообще, потому что я борюсь с дурными проявлениями, автоматически в обязательном порядке ужимается желание все. Со своими плохими сторонами, но также и с хорошими сторонами. То, что ужимаются плохие стороны, это отлично. Это мы хотим. А то, что ужимаются положительные стороны, это плохо. И это нужно потом восстанавливаться. Это то, что сказано здесь. То, что вы сказали, это верно, но это не то, что здесь написано. Здесь написано, когда мы боремся с дурными желаниями, делаем чужую, автоматически здоровая часть желания тоже поражается. И нам потом ее нужно восстанавливать с лукотом, радостью. Нужно понять, что это произошло и не застрять посредине дороги. У меня вопрос. У меня расслабивает, потому что борется. Правильно? Да-да, человек борется с собой, со своим желанием. Все желание сокращается. У меня вопрос. Источник желаний. Что является? Это яцерара или яцертава? В данном случае неважно. Они связаны. И когда я борюсь с желанием, которое происходит из моего злого начала, а все мое желание, любое, оно получает удар. И поэтому, но мы выиграли, что мы выиграли? Что злое, начало мы выгнали. Злое начало и желание мы выгнали. Но все желание стало меньше. Человек ослабил. И теперь то, что осталось, нужно усилить, возвысить. Это нам дает суку. Радость. Можно поделиться мыслью? Да-да, конечно. У меня появилась такая мысль о том, что вот как раз был вопрос о разнице между христианством и иудоизмом. Я воспринимаю так, что христианство в целом всю жизнь воспринимает как штулу, а грядущий мир воспринимает уже как радость. Я думаю, что такое же понимание и у евреев в отношении грядущего мира, но у них в то же самое время. И год является циклом. Какой смысл в том, что жизнь поделена на годичные циклы? Увы и радость. Еще раз, вы сказали, что христианство, как оно делит? Да, христианство на самом деле праздник суккот переносит, воспринимает как грядущий мир. Мы тоже. Суккот это безусловно намек в будущий мир, но мы абсолютно не имеем ничего против отпраздновать немножко будущего мира в этом. Вот я спрашиваю, какой смысл в том, чтобы был этот годичный цикл? Это как бы такое мини-напоминание о грядущем мире? Или вот такая какая-то напоминалка о том, что будет великая радость? У вас отличное замечание. Великолепное. Да. Ответ одним словом – да. Храм в этом мире – это действительно напоминалка из восьмого тысячелетия в наш, из восьмого дня. Суккот – это действительно напоминалка про будущий мир. В этом, это как бы, это как это, это консульство, это представительство в этом мире. Я вам расскажу, по-моему, я рассказывал это. У Рава Лезера Миламида, он разбирал заповеди дздаки еврейской. Как, и сколько, и чего получают бедняки. И у нас есть семилетний цикл, сельскохозяйственный, связанный со шмитой. И в каждый год бедные получают разные подарки. Так вот, получается, да, очень интересная вещь. Два года из семи бедняки получают практически в два раза больше, чем все остальные годы. Рава спрашивает, что это такое, зачем, почему? Ну, давайте, хотим давать больше, давайте размажем это равномерным общим слоем по всем годам. Почему это так? Потому что иногда бедняку может показаться, что у него вполне хорошее теплое местечко. Да, немножко голодно, немножко холодно. Ну, на работу ходить не надо. Спрос из тебя маленький. С голоду не помрешь. Ну, да, голодно-холодно, но зато дергаться не надо. А раз в какое-то время ты получаешь в два раза больше, и в тебе может проснуться, а, так тоже можно, и в тебе может проснуться желание, как это, начать дергаться лапками и мотивация убегать от своей бедности. Поэтому в два раза за семилетний цикл у нас есть подарки бедным, которые практически в два раза общее количество подаяния, которое они принимают, увеличивают. Я думаю, то же самое похоже и здесь. Безусловно, в нашем цикле праздников в годах, это намек на очень многие вещи. В том числе, конечно, будущий мир. Но, что очень важно, мы не оставляем будущий мир. Суббота, допустим, это тоже намек на будущий мир. Суббота, это, конечно, намек на будущее мир и так далее. Но мы это также празднуем здесь. Это очень важно. Это очень важно. да, так что большое спасибо Вадим за ваше замечание но касается интересных тем Натан, это мне кажется еще и вера Всевышнего в человека он дает время и то что вы сегодня вот такую мысль Рава Кука раскрыли это просто вообще гениально я помню с чего мы начинали наш курс о отчаянии, что оно хуже греха и вот сегодня вот эта радость это просто отлично спасибо вам большое Татьяна, вам тоже огромное спасибо, я думаю вы не обратили внимания, но вы тоже нам принесли одну очень важную глубокую мысль о том, что время это милость Всевышнего наибрид называется рахамин это когда я даю сегодня человеку за тот потенциал который он может раскрыть в будущем это то, что действительно как вы сказали Всевышний верит в человека и поэтому дает ему время реализовать свой потенциал несмотря на то, что сегодня он как-то по Достоевскому тварь презрена но у него есть потенциал в конце истории превратиться в человека с большой буквы и поэтому Всевышний ему дает время и это называется конечно рахамин так что вы тоже позвали здесь очень важной и глубокой темой по поводу рахамин можно сделать замечание слово рахамин и рахам это однокоренные слова с моей точки зрения это то, что называется обеспечением то есть это все нужды которые в чем нуждается человек то есть нужда во времени конечно это нужда в человеке вот то есть она как бы милость когда вы говорите милость мне вообще ничего не понятно что это означает а вот когда обеспечение вы абсолютно правильно сказали рахамин конечно оно однокоренное в основе матка рехем на иврите безусловно есть очень много и важно чего можно рассказать но это сейчас как бы не наша тема но вам тоже огромное спасибо потому что конечно тоже правильно рахамин это рехем мы это переводим на русский милосердие и это это нормально а разве тут есть противоречия здесь нету дается милость раскрыться то что вы сказали этому потенциалу он есть потенциал заложен абсолютно а теперь время чтобы это раскрылось да 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 огромное всем спасибо интересно Авраам я приглашаю вас еще большое спасибо за я очень люблю когда присоединяются к нам всем спасибо кто пришел я буду я буду давать свои версии перевода именно слов корни и так далее у нас есть специальный чат кроме того мы готовим книгу к выпуску так что я смогу это брать звездочками вниз и вверх и все потому что я хочу знать книгу имеет много материала причем для меня словарем является сама Тора потому что многие термины Тора сама объясняет просто не всегда это видно правильно абсолютно то же самое однокоренное слово рахамим да и рехам ну как бы вы как бы вы по-русски сказали бы матка а рахамим это маточность да или какая или еще по-русски это не звучит матка я не могу я не могу так говорить ну все понятно урок я скажу что это милосердие и объясню что имеется ввиду время как сказала Татьяна для реализации потенциала и мы пойдем дальше огромное всем спасибо добрый вечер до встречи на следующей неделе до свидания всего доброго спасибо